Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 30 выпуск 4 сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Выпуск поддержали финансово Аноним, Фрэнки Уайлд, Макс, Дарк, тот самый Михаил, Хекс, Марк, Серёга, Колясик, Юмен, Руслан, Усатый Коп, Герман, Котнах, Мишт, Ильяс и Санитар. Это вам спасибо огромное за то, что поддерживаете возможность заниматься всем этим. От всей души. Будьте здоровы! И пельмешки, и сладости турецкие, и суши. С вашего добра я заказал себе рыбку копчёную. Тут это редкий деликатес. Спасибо, парни. Основной композицией третьего сезона был Formant X White Rooftops. Привет Тобольску. Это нормально. Много кто писал, что есть эффект снотворного в голосе. Привет Ивану, а уходнику? Привет Вологда. Спасибо ещё раз за поддержку и доброе слово. Всем приятного просмотра. В убежище, пацаны, я кучу всякого добра сделал. Тут понастроил всякого интересного. Генератор я улучшил до третьего максимального уровня. Только топлива у меня не осталось. Дальше что у нас? Верстак у нас улучшен до максимального третьего уровня. Плюс я ещё варку заказывал патронов СП-6. В санузле тоже я заказывал варку чего-то там. О, гранатный кейс. Пойдёт. Только мне его некуда, да? А, нет, добавлен. Всё отлично. Беспроводной передатчик сигналов у меня в разведцентре сварился. Это добро мы забираем и можем сейчас закрыть ленд-лист часть 2. Три железяки, которые нужны были долго. Я варил и наконец-то они сварились. Поставил также биткоин-ферму, потому что я, скорее всего, буду варить много железяк. Ещё впереди куча целых квестов, где надо будет варить это всё. Поэтому у меня топливо в любом случае будет гореть, чтобы быстрее это всё варилось. И пусть параллельно с варкой в разведцентре, допустим, у меня будет биткоин фармиться. Хоть какую-то часть топлива, чтобы он отбивал. Так что одну видеокарту я беру на барахолке. Они не особо дорогие. Сейчас там до 200 даже тысяч не доходят. Всё, бам, ставим видеокарту и пусть она потихонечку тут варится. Теперь зону отдыха мы можем построить. Всё уже прикуплено. Там требовался третий уровень генератора. Есть теперь строительство зоны отдыха третьего уровня. Воздушный фильтратор доступен теперь у меня к производству, к запуску. Здесь у меня кое-каких предметов не хватает и долларов. 15 тысяч у меня всего, надо 25 тысяч. Всё, запускаем воздушный фильтратор строительства. И, скорее всего, к следующему выпуску он будет готов. Также строится у меня ящик диких. Тут всё, что было нужно, я докупил просто на барахолке. Так что скоро будем дикарей отправлять. После завершения запуска предыдущего выпуска не выдержала душа по этой. Я хотел всё-таки дейлик добить, найти эти саморезы. Загрузился за дикого и обнаружил, что в кармане у дикого есть ключ-карта от лаборатории. Это как раз мне нужно было по квесту для егеря. Полностью весь рейд я выкладывать не вижу смысла. Скажу только, что я просто пошёл на выход. И теперь, как результат, карта у меня. Я могу закрыть рыбное место квест для егеря. Вторую карту с доступом в лабораторию я нашёл. Вот как-то так оно случайно и получилось выполнить этот квест. Ну и благодаря убежищу, а точнее разведцентру, я смог наварить вертекс процессора 2 и 1 беспроводной передатчик сигнала. Всё это сварено в убежище. Всё это варится с галочками. Передаём все эти железяки. И можем закрывать ленд-лиз, часть 2. Теперь доступен мне к выполнению квест-миротворческая миссия. Убить диких надо будет, одевшись в шлем Унтар, бронежилет Унтар синий и с винтовкой М4А1. Это надо будет делать по 12 диких в лесу, таможне, развязке и берегу. 4 локации. На повестке дня будет каратель, часть 4. Буду пробовать в жилете Дикого и Балаклаве любой пытаться настрелять себе ЧВК. Включат задние двери коттеджа 1000 евро. Просят пофиг. Купим тогда за 1000 евро. Бог с ними, с этими евро. Мне нужно автальмоскоп же вытащить с коттеджа закрытого. Давай первый разминочный, разведывательный, такой туда-сюда чисто рейдик. Сделаем, наверное, за дикаря на таможню. В 7 утра можно будет отправиться. Не то чтобы зачем-то, просто чтобы почувствовать игру. Потому что сейчас я начну, не разыгранный. Опять меня будут колпашить там, как проклятого на этой лазурке. Так, блокпост снайперов же Деда Таркова. Вот на той стороне. Рубли, АЗС, склад, общага 303. Не густо, конечно. Ну, давай посмотрим, что мы можем тут найти. Вроде никого. Тут даже дикий на трубе наверху стоит. Прикольно. Фильтр. Чистоган. Ой. Не та дверь. Вот эта дверь. Сейчас ледуху забираем и домой. Ну, почти. Что тогда предлагаю? Тут тайники просто прошвырнуться. Два, три, четыре тайника. Да и всё. И быстренько выскочить. Чисто чтобы игрулю пощупать. Звуки послушать. Чтобы мозг понимал, что от него требуется. Что-то зашёл в Тарков. Бам, лампа накаливания. Нормально. А, он уже открытый. Блин. Понятно. По этой тропинке уже прошвырнулись. Парняги. Ой. И тут открыто. Понятно. Похоже, не особо много я тут навутаю сейчас, да? Да угомонись ты дышать, ё-моё. А это тоже дикий, скорее всего, шатается. Да ладно, и тут всё лутано. Капец вы. Злодей. Ничего не оставили. Нормально, нормально. Чё ты притворяешься? Алё. О, на платформе вроде не лутано. Давай платформу тогда поглядим, что ли. Был бы это ЧВК, я думаю, что дикий на трубе уже панику поднял бы. Так, тут у нас наверху чё может быть? У нас тут топливо может быть, например, чё? Вот этот ящичек можно техснабовский посмотреть, в котором ничего абсолютно нет. Прикольно, прикольно. Тут у нас хавчик получается. Блин, да нет тут нифига интересного. Или есть? Нет, тут всё лутано. Пусто. Пусто. Базара нет, вы лутаетесь, пацаны. Всё, в ноль ещё до диких. Можно подумать, что вы... Сюда БП. У меня чё там? Прески. Всё, БП-шки на месте. Да, тут всё лутно. Абсолютно. Абсолютно. Гороший кожахнем. Тут уже даже дикие побывали. Всё хорошо. Всё хорошо, ничего нет. Да, такое всё счастье, конечно. Чё по выходам у нас? В СРФ блокпост есть. Склад 17 есть. Ну ладно, мы... Большие ставки не делали на лут какой-то там. Быстро тут всё разгребают, конечно же. Ничего не скажу. Дальше это нормально, что тут всё выгребали. Даже, казалось бы, на самом открытом, очевидном месте, да? Тоже всё лутано. Бесстрашный народ, безбашенный. Если тут в округе всё обшарили. Сто пудово туда нет даже смысла соваться. Помнит блок. Хотя, чё мне ещё делать? Давай посмотрим. Раз. 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 Основательно, основательно, полутались. Ничего не скажешь. Кто наверх зашёл, пожалуй. Ну ладно, раз он там зашёл. Делать мне тут точно нечего больше. Пойду посмотрю ещё эту самую куртку тут. Понял вас, понял. Я пошёл домой. Я сегодня надрёл нафиг нормально. Ничего. Так, мне нужен будет 306-й ключ восточке. Он у меня имеется. Всё хорошо. И так как я буду внутри там шататься, я бы, наверное, всё-таки этот ПСО снял. И этот скошенный. ПСО можно с собой вот так вот взять на случай, если вдруг стрельба на дальнюю дистанцию понадобится, да? Мне. А поставить я бы хотел УКП-7. Вот он мне нравится. Вот он вот прям вот мой. Вот нравится прям. Так, ключ от коттеджа взяли, ключ от 306-й взяли. Всё, поехали. Пробуем. Идём на ЧВК на бережок. Идём в 10 утра. И будем страховать броню, мешок, уши. Поехали. Есть у меня два квеста с выносом предметов. В 306-й мне нужно будет там чумодан забрать. В коттедже нужно будет автормоскоп забрать. Ну, если будут где-то ЧВК, то будем стараться с ними воевать и побеждать. Тут, 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 тут. Так, так, так. Нормально менять. Бог знает, где вообще заспаунило, да? Попробовать посмотреть ближайшие соседние спауны. Пацаны, пацаны. Я не вижу ровным счётом ничего. Ничего и никого. На земле необитаемый меня, короче, появился. Я на карте заспаунило. Ой. Ладно, пошли в сторону. Куда? Норвенского, наверное. Хотя, зачем мне Норвенский? Мне надо коттеджи и 306-я восточки. Пошли восточку. Не видать никого. Не видать ничего. Те ребята, которые на той стороне спаунятся, у них маршрут либо восточку, либо на чупик. Опачки. Ладно, я их, наверное, даже не буду трогать этих диких. Нафиг бы они мне нужны были. Нет необходимости, не будем стрелять. Пусть они там как сигнализация стоят. Если что, может быть, инфу мне подкинут. Насчёт приближающегося недруга. Я не помню, вот этот офтальмоскоп, который нужно будет санитаром помечен, и этот квест. После него, после его выполнения, скорее всего, да, следующий квест коллеги, по которому надо будет санитара застрелить. Точнее, она попросит не убивать, а этот попросит... Егерь попросит устранить, наоборот. Или наоборот, у егеря этот квест надо дождаться. Чё-то я не припомню. Как там это добро работает? Блин, я таблетки забыл. Никакого я бейсбола не взял. Вот чудик. Это не очень хорошо. Давайте, дикие, скажите что-нибудь. Скажите, что вы здесь рулите. Угу. Угу. Понял. Так, для опыта чисто. Угументин. Мне бы... Ледекс. Какой-нибудь. Было бы замечательно. Ещё угументин. Всё, по весу приехал, говорит. Ну ладно, основной маршрут-то мы уже прошли. Пробежали. Так, мне нужна 306-я. А чё у меня вообще там есть? То седьмая есть? Нет, нету. 300-я. Да фиг с ним с этими ледексами. Я тогда посмотрю, чё мне тут надо. Если никого не будет, то я спокойно выйду с локации. Если получится так сделать, то я два квеста как минимум закрою. Правильно? Тоже лишний раз на рожон не буду лезть. Всё-таки здесь лучше 308-й ключ брать. Я так думаю. Так, вот он предмет, который мне нужен. Чемодан на стульчике. Опачки. Есть. Помарим компьютеры. SSD пойдёт. Если чё, можно будет аугументином, как вариант, да, вкинуться таблеткой. В случае крайним. Окей, тут забрали предмет. Давай. Теперь о чём нам надо в коттедже педалить. В коттеджах нам нужен офтальмоскоп. Кто-то залетел, да, в кинотеатр. Выходит. С этой стороны. Диких на скале не вижу их, скорее всего, уработали. Ну и ладно, нам они пока не нужны. Мы пойдём в коттеджи. О! Я знаю, где это. Это на двух. Или нет, не знаю. Не совсем понял, где, в какой стороне стрельба. На грузовике. То ли на грузовике, короче, то ли на... А, всё, понял, на ящике. Всё, ну всё, не уставай, запарил. Нельзя сейчас уставать. Нельзя сейчас уставать. Блин, и укрытия никакого. Тут была стрельба. О! Продолжение следует... Возвращение следует... Возвращение следует... ... ... ... ящики не утон и а вот он труп лежит за ящиками с этого направления стреляли походу на выход пошел да я так думаю внедрился в админку зацепил что надо было сквозанул на маяк я так думаю я уже точно не догоню интеги расследование мать их пойдем в коттеджи тогда чего-ка с глушилой был я только дробовик слышал и бил судя по всему одиночными там пару дырок на ящиках любил прицельно не вижу никого не вижу ни диких ничего к хотя они где-то лазают на самом деле самый опасный вариант просто самому идти ходить точнее искать самый интересный и безопасный вариант это когда они отвлечены какой-то там возней тогда как говорится третьем подскакиваешь нормалек коттедж закрыт сделала далека непонятно было что тут это тусуется да так здесь у нас в коттедже нужен нам офтальмоскоп он находится на по втором этаже тут еще пара сейфов есть только от второго сейфа у меня ключа нет только один сейф сможем поглядеть и компьютер вот он в горшке цветочном вот она ручка торчит чик забираем нормалек скресс на гексах прикольно вы придумали а где второй сейф подожди вот он же тебя я мимо прошел настолько редко здесь бываю так давно здесь не был что забыл уже чё почем но естественно флешка которая черти знает где сколько искал она мне просто в первом попавшимся сейфе вываливается окей ну чё я забрал оба предмета которые мне нужны были я предлагаю свалить нахрен с локации слышал где-то стрельбу там возле берега но есть предположение что это уже дикие подгрузились на карту хотя могу ошибаться ладно я пошел на маяк на выход а вот опять слышь нет ладно бог с ним два предмета есть вот я и говорю надо делать одно дело либо идти за чувака либо делать остальные квеста но будем попутно если кто-то будет попадаться воевать если же нет то просто своими делами заниматься в любом случае прогресс не тормозит маяк у нас прямо по курсу не заблудимся это по моему челобот был в аккурат так что тут и правда уже делать нечего я думаю все это хотя возможно и обычный самый дикий полуто не богато либо он только появился тут подспавнился не успел еще ничего ну так либо это обычный дикий вот все погнали домой с чулоботами воевать вообще никакого профита никакой пользы опачки чик пол человек полу куст пойдет 20 почти три минуты 2000 опыта пару диких у нас подстрелена но тем не менее я два квеста целых сейчас закрою груз x часть 1 можем закрывать квест мы нашли записи о грузе в компьютерном зале восточного крыла санатория вынесли их с локации можем забирать награду груз x часть 2 необходимо найти комнату с резервуарами в санатории найти любую информацию в 2 части груза это находится в восточке на первом этаже так что мы снова туда пойдем сейчас и закрываем старый квест коллеги часть 2 хирургический набор санитара я вынес давным-давно оставалось только автальмоскоп с маркировкой санитара вынести нашли мы его закрытом коттедже передаем и забираем в 22 препарат точно путь охотника садист мне выдает егерь этот квест как раз на момент когда я закрываю коллеги часть 2 егерь предлагает за него неплохую такую награду что по деньгам что по патронам они же мне потом пригодятся по другим квестом страшным но терапевт подъезжает с квестом коллеги часть 3 в котором одна из целей это не убивать санитара здесь неимоверно какие-то синие зеленую ключ карты и прочее это все надо в рейде находить на самом деле проще просто взять и и застрелить санитары поехали дальше на берег за чего к помещение которое нам необходимо обнаружить она открыта на первом этаже восточного крыла санатория нам необходимо не просто обнаружить эту воду там на бочках с водой или еще лежит папка вот эту папку нам надо будет вынести с локации за санаторием заспаунила ну неплохо хороший спаун для санатория что не буду смотреть по тайникам сразу прямиком давно через административку в восточную часть восточное крыло если будет тишина то спокойно выйдем на маяке был ли это на гэссе на крыше скорее всего снайпер кто-то еще дикий живой наверху кипиш под ними 1000 я готов поспорить что сейчас будет что-то восточке а а а Смотрите продолжение в следующей серии 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 Я нашел лидикс Причем нашел там, где я его меньше всего ожидал найти Надо делать ноги отсюда Звезда Тоже падет, нет, падет Так, что со снайпером? Живой еще Падет Но не стал я на Ради дикого там Менять на ПСО Понятно, что я ПСО с собой таскаю Конкретно для дальних дистанций Это было бы дольше В общем, если бы я просто взял, да и С коллиматора стройнул Вот что мне вот этот коллиматор и нравится То, что у него ярко выраженная такая елка Прицельная Она мне прям очень подходит Даже если там фонариком что-то светишь Туда-сюда что-то происходит Она четко, короче Отображается Так, ну что, Тарков Выпустишь меня с лидыксом? Он же мне с галочкой нужен Тот, что без галочки нужен был Мы уже купили Который для строительства нужен был Кометблока третьего уровня Ё-моё, я испугал Думал, ЧВК Я думал, ЧВК сидит, лутается Можно забрать разгруз Воевать я уже тут ни с кем не планирую Можно бы даже его с собой забрать Все И нуба тропиночкой По краю карты Валим нафиг отсюда Опыта, очевидно, предостаточно будет Да и по времени уже нормалек Так что, если получится выйти с локацией То у меня галка останется на лидыксе Я его продавать не буду Он мне нужен будет для квеста Частная клиника Для терапевта Там один офтальмоскоп и один лидыкс Как раз нужен с галками Офтальмоскопов в этом вайпе Благо, предостаточно И теперь будет лидуха Вот это хорошо я прогулялся Нормально, нормально Вот так вот Короткий рейд 8.40 Полторы тысячи опыта Пару диких И квест за плечами Но самое главное Что мне лидыкс удалось найти Груз икс Часть вторая Квест закрываем Нашли комнату с резервуарами И забрали оттуда Папку Вынесли с локации Груз икс Часть третья Найти спрятанный груз Террогрупп на берегу Этот груз находится В западном крыле Санатория В подвале Где бассейн По образцам сразу передам П-22 Препарат Который мне медичка Выдала за квест Чтобы он там не болтался Нигде Во Есть еще один пункт В списке Погнали значит еще раз За ЧВК Погнали еще раз На бережок Погнали в 16-18 Страховать ничего Нам не нужно Теперь нам нужно Западное крыло Точнее подвальное Помещение западного крыла Ого как Во куда Закинуло Ой-ой-ой РГН очки Перегруз Обеспечен Ай Перегруз имеем Так ладно Заспавнило Черти знает Где Мне теперь бежать Черти знает Куда Через всю локацию Ну и ладно Да вот перегруз Конечно в самом начале Это не очень хорошо А ну либо Гранату Лучше выбросить Да Какой-нибудь Чем-то Псо Попадешь Со мной Я вижу ЧВК Пацаны Он уже левее Полезет на скалы Походу ЧВК 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 всего разок я по нему попал вот нет понимания где он дальше блин наверное надо было выждать какой-нибудь момент до откуда он теперь делся ладно профукал свое счастье бывает можно было бы его там посмотреть если бы я умел на ближний хорошо стрелять попал наконец-то вот 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 сунды мне надо по идее вот он бассейн вот она дыра в стене вот он груз затыренный а интересно как текстура не просвечивает типа да блин под задача выполнилась я думал если ну да выжить выйти с локации надо говорит что у нас там почти полом ладно блин или сходить все-таки за ним ты да ладно пошел он баню не хочет умирать ни в какую потом также на маяк пробовать туда выходить на все будет дикий и дикий в стрельнем это в принципе мне лутать больше нечего мне единственное что нужно было от санатория это вид x с галочкой по-хорошему и без галочки нужен был но тот мы ладно купили слышу слышу силу до 10 5 рублей тут у нас еще ящичек есть тут могут быть эти для подствольника граната для гранатометов подствольника для гранатомета в общем снаряды вот этого это тишина что ли надо было мне все таки с тем чего к попробовать что-нибудь сделать да ладно бог с ним уже убежал что-нибудь что-нибудь вот это вот это нифига ты жук блин, это может ненужное внимание привлечь сюда что прострелил, руку прострелил, шины есть? нет, зашиваться надо ладно, таблетку тогда жахнем да и так добежим вот это было бы забавно, откиснуть 5 дикого при этом избежав пвп что-то я думал, что он так быстро не пойдет ко мне неправильно он все сделал, поэтому он виноват в общем, по-любому чуть квест не профукал чуть все это не было зря то, что я чувака отпустил то, что в западке посмотрел этот груз я не понимаю, зачем надо его приходить докладывать, неужели маяк какой-нибудь дал бы я бы тебе замаячил и все и потом ходи стреляй, умирай, да что хочешь, то и делай ну ладно, мы не придумываем квесты мы их выполняем, пытаемся Около 14 момент all в общем мне понадобилось с одного конца карты до другого получается добежать О, смотри еберовца то застрелил того Ураааааааа каратель продвинулся значит я по кустам на шару когда шмальнул упреждением я все таки попал второй раз по нему ну и первый раз не плохо ему прилетело дааааа бппатрон груз икс часть 3 квест можем завершать Мы нашли спрятанный груз террогрупп на берегу, выжили, вышли с локации. Груз Икс, часть четвертая. Мне нужно найти и пометить груз террогрупп маркером на локации «Маяк». Будем сейчас Децл переодеваться в синюю эту форму палевную. Мне на берегу осталось пару квестов. Это мокрое дело. Часть первая, используя М4, 10 диких на берегу настрелять. И миротворческая миссия, где она? Вот она. Здесь мне тоже нужно будет на берегу, одевшись в форму ООН, и также с М4А1 убить 12 диких. То есть два квеста мы совместим на берегу, по крайней мере. Собрал я, наконец-то, долго-долго возился, перебирал, смотрел, что там по характеристикам и так далее, что доступно, чтобы не сильно там тратиться. В общем, собрал я вот такую М-ку, сохранил себе сборку, и с такой М-кой будем делать эти квесты, миротворцы. По эргономике у меня здесь 62 единицы, по вертикальной отдаче 50, горизонтальная 137. Не знаю, как это, нормально, ненормально, я с М-ками не особо-то часто играл. Но проверить стоит, посмотрим, что из этой М-ки получится сделать. Идем на локацию чисто пострелять. По диким, если ЧВК встретим, то по ЧВК постреляем. Небо плакало дождем, да что ж ты меня опять-то сюда тарков, ну почему? Ну зачем, что мне здесь делать-то? А, мне ж диких стрелять, пошли диких искать туда. Диких искать. Мы будем вдоль берега, по всем точкам спауна диких будем смотреть. В надежде, что хотя бы один квест, где 10 диких надо настрелять, хотя бы его получится выполнить. А это у нас портовая зона. Так, выстрелы были где-то в районе Чупика. Ну у меня такая синяя, короче, шляпа на голове, что... Незамеченным пройти, я думаю, это нереально мне. Как бы это печально не звучало или не выглядело. С кем там он мог столкнуться? Неужели уже сразу же... Ну могут, конечно, дикие сразу же на локации появиться. Это мог и дикий просто стрелять по кому-то. Либо там ЧВК с ЧВК. Причем один из них пистолетчик. По идее, легкая мишень. На дистанции даже средней. Ладно, будем стараться более-менее аккуратно как-нибудь. Вон там эмко пилит. С правой стороны. Ну я сейчас посмотрю портовую, потом поднимусь на Чупике. Я думаю, что я либо лбами столкнусь там. С теми, кто наяривает. Либо в спине у них окажусь. Я не вижу никого. Ой, и так порезали кучу целых спаунов с этими дикими. И они еще и не появляются сами по себе. Даже на местах, где они должны, по идее, хотя бы появляться. Неперспективно это все выглядит. В старые добрые времена уже, возможно, полквеста бы и сделал. С учетом спауна диких. Там, на дороге, здесь, под вышкой. Тут, в портовой зоне. Пойдем попробуем, посмотрим, что там у пацанов происходит. За что они там воюют. И как у них это получается. Ого, как получается. Понимаешь? Я примерно так и предполагал, что они, ну, чупачокс, поднимутся. Видишь кого-нибудь? Это я, нет. Ящик уже открыт. Он либо еще здесь. Но мне кажется, что нет. Это и нет. Я ветер, язいうこと. Это, мол, нет. Вот я invertю. Я молодой. У меня там. Надо сделать. Еще Erik. Я не знаю, что это, я тебе сказал. Давно. Вот я назначил. Я не знаю, если ты прогноз. вот не хочу я его профукать чтобы у меня потом в спину зашел это было бы ну крайне вообще неприятно но и сидеть выжидать не понятно же очевидно там он или нет как чё там про кого стрельба была с к с скорее всего крыша стреляла а где-то тут трутся короче чувака а а а а Где-то внизу АКМ глушенный. Продолжение следует... 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 так что-то бортела у тебя шина имеется жилет дикого имеется так это который был у нас 3 получается по счету а льденка бы еще чего-нибудь попитонить не помешало бы найти ну на крайняк мы аленку схрумкаем да так то так же вернусь посмотрю остров и наверх пойду на коттеджи может быть там будет санитарище оттуда до остановки рукой подать такой маршрут очень будет от остановки грузовику и на ящика два зеленых хватит мне на это времени да я думаю аккурат как раз мне времени хватит в принципе челоботы тоже мне подходят они тоже был дикие будут засчитаны но они зараза шустрые как они же непредсказуемо если дикие обычные боты они как по рельсам двигаются практически с этими пацанами такой номер не прокатит попробуем отсюда достать далековато э стопы выкинул что ли братан так не делается а кто из них что-то я вообще запутался какой из них какой теперь ничего не понятно что подождем двоицу это по моему проще просто зайти туда на этот остров да и все пошли главное если стрельнут они успеют быстренько оттуда надо будет сматываться чтобы всякие независимые эксперты и наблюдатели со стороны не подвалили это это конечно нет никого хорошо как красиво тут на природе у вас симпатично зорька зорьку я взял о падет круче чем моя а тут такой же персонаж приблизительно ладно о под груз был тяжелый аэрдроп полетел или из-за аэрдропа подвисло или челоботы высадились на локацию давай один из же заюзаем ох ты блин а вот это плохо кто-то вызвал аэрдроп скорее всего на коттеджах примерно ой 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 так это суда отсюда мы заберем вазелин получается и все выходит быстренько докинемся блин вот маленький он мне разгруз это теперь ладно тогда ястреб выкинем все равно он там стоит тысяч двадцать за две ячейки это не так много где-то за коттеджами где-то в районе где грузовик что ли там где-то аэрдроп скорее всего приземляется или на западке здесь где-то бронебойные установим это пока уберем блин я же пометил все эти чё какого фига это все происходит я же перед выходом магазин это пометил все нафиг то слетела метка санитара не видать вроде ладно идем на остановку хотя уже можно смело и газ еще раз посмотреть внизу заправку еще раз посмотреть по второму кругу короче в общей сложности мне надо 12 диких по сути настрелять с м ки и синий броник и шлем давай без гляну ну вот я же говорю уже появились пацаны новая партия у меня персонаж руки колбасит а у меня тремор походу да точно этот товарищ ушел ладно видал зашел в подсобку и это челобот я готов поспорить пацаны окружать ну есть двоечка ну блин надо валить отсюда вот это вообще не вариант ну вообще не вариант нашумели но есть двоечка уже приятно значит даже если где-то не успели подспавниться дикие либо их перебили они снова подспавниться что надо будет мясных патрончиков докинуться да чё же ты пыхтишь то кого ты у меня энергии нет похоже точно я и думаю что у него не восстанавливается выносливость что неужели не будет здесь диких а есть есть слышу но ну там один тут один здесь один так она прихонечку и сделается да можно предположить ты заколебал паровоз пахтеть airdrop короче упал где-то скорее всего на грузовике я так думаю чё-то чуйка какая-то вот дикие есть это уже хорошо так хочу я куда а я бронебойным по нему жахнул понял сильно жалко реки загорался поэтому с той же стороны откуда у меня увидел не подхожу вон 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 блин твою мать как вы видите а это шутишь а вон он зашибись так ну тарков давай еще рвок дай мне пожалуйста да ровно два диких здесь на ящике а куда airdrop прилетел я так и не увидел дай мне двоих диких а вот другом а спасибо один еще одного у их спасибо спасибо я не такой конечно конечно я уж думал я его не достреляю так ладно этот можно откинуть магазин там уже по моему ничего не осталось еще один остался дикий отличности все я выполнил свой план я закрываю один квест и часть квеста миротворческой миссии фантастика это просто что-то с чем-то надо пошурику отсюда мотать здоровее будем так как мы уже намылились на выход я пожалуй по шарю о мне нравится это пп х все погнали домой пацаны пацаны пять минут осталось зашибись тарков просто вообще на тебе дикие на тебе вот оказывается как диких таде квеста надо делать играешь играешь а потом со временем еще что-то оказывается оказывается полезной к это инфа диких лучше наяривать во второй части рейда когда челоботы подгружаются в первой части рейда их либо мало либо нет вообще в первой части рейда это блин скорее всего пвп главное выжить в начале рейда дальше уже вроде как идет сюда потихонечку помаленечку зашипись еще и чвк в копилку пошел в карателя вообще сказка все я домой погнал настрелял 13 диких и одного чвк застрелил ништяк ну весь рейд практически я провел на локации 40 минут мне понадобилось на все эти делишки 7500 опыта но я через всю карту шел и причем шел вот зигзагами единственное что я в лазурку не поднимался это да но самое вкусное естественно это то что чвк попался и мы от него не откисли ну я конкретно не откис и то что получилось настрелять по двум сразу квестам это значит пока можно отдохнуть от берега и сходить на другие локации диких пострелять по миротворческой миссии ключ который я нашел это ключ от подсобки на электрической подстанции это интересный ключ там спа есть такая времянка на тэц ее можно будет вот этим ключом открывать там оружейный ящик есть и просто оружие может лежать во время мокрое дело часть 1 квест завершен мы убили диких на берегу используем 4а1 10 из 10 убита с глушителем мокрое дело часть 2 найти жилище рыбаков на берегу и пометить рыболовный стол маркером по контролеру и у меня не получилось его ослепленным убить я не знаю почему я прям в контейнер ему зорьку закинул видимо заря не такой уж и хороший да инструмент для выполнения этого квеста водосборник пацаны хотел построить а он оказывается не алёшу стрела нет никакой монтажной пены ее просто нет на барахолке подготовил все материалы для улучшения разведцентра до 3 уровня улучшение займет сутки 24 часа ровно все на этом буду заканчивать всем спасибо за просмотр благодарю за вашу поддержку за пальцы вверх за материальную поддержку и за добрые отзывы за ваши комментарии всем отличного настроения приятной игры мирного неба увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания до свидания